Привет! Меня зовут Марина, и за основу своего выступления я взяла книгу Крэга Вентера, которая называется «Жизнь на скорости света. От двойной спирали до восхода цифровой жизни». Но я буду рассказывать много всего про биологию, и не только про синтетические бактерии и так далее. И, во-первых, я хочу рассказать, что такое витализм, откуда он взялся, и как ученые наконец от него избавились, что это за идея. Во-вторых, мы поговорим про проект «Геном человека» и почему сейчас становится важным и нужным секвенировать геномы, и какую информацию из этого можно вообще извлечь. В-третьих, мы наконец-то доберемся до синтетической бактерии, немного до синтетической биологии, и посмотрим, зачем это также нужно. И в качестве бонуса мне хочется рассказать о том, что же такое ребенок от трех родителей. Новость, которая, наверное, была повсюду в интернете на прошлой неделе. Я просто расскажу вам, что это и почему этого не надо бояться. Но для начала я поговорила с парчиком своих друзей и попыталась выяснить у них вообще, насколько они понимают, чем отличается ген от генома, например. И оказалось, что надо немножечко попытаться поднять школьную биологию, напомнить вам, где ядро, где митохондрии, что вообще такое ДНК и так далее. Так что вот здесь клетка в разрезе. Я думаю, что все знают, что мы состоим из клеток. Но из чего состоят, по сути, клетки? Клетки, по большей части, состоят из белков. Белки — это такие сложные молекулы. Они все очень разные, и их в клетке довольно много. Из них состоят эти маленькие трубочки, они везде крутятся по клетке. Но белки, они не являются чем-то постоянным и перманентным в клетке. Мы не можем родиться с одним комплектом белков и жить с ним всю жизнь. И поэтому белки у нас постоянно обновляются и заменяются. Например, от нас отшелушивается кожа, и каждый день человек теряет около 500 миллионов клеток кожи. Таким образом, полный слой кожи обновляется у человека за срок от двух недель до четырех. И вся пыль, которая находится у нас дома, — это, по сути, отшелушивающиеся клетки. Так что это мы и наши дома заполнены нашими клетками. Но откуда в клетке берется белок? И здесь мы выходим на вопрос связи ДНК и белка, потому что они связаны самым непосредственным образом. То, что находится в середине клетки, называется ядром, и в нем укомплектована наша ДНК. ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота, и это химическая молекула. ДНК состоит из генов, и ген — это маленькая часть ДНК, которая производит белок. Разные белки производятся разными генами. А вся ДНК в совокупности в каждой клетке организма — это геном. И это главное отличие гена и генома. Ген — это один белок, геном — это весь генетический материал, который находится в наших клетках. У человека ДНК собрано в 46 хромосом, но они дублированы. То есть у нас 23 хромосомы, 23 приходят от отца, 23 достаются от матери, и поэтому всего их 46. Но я хочу уточнить, что у бактерий, про которую мы будем говорить, например, про синтетическую бактерию, всего лишь одна хромосома. И ученые, строго говоря, не называют ее хромосомой, но для простоты мы будем считать, что это хромосома. К тому же она не завернута в отдельную штуку, как в ядро у человека. Она просто плавает посередине, и поэтому ее проще достать, чем, например, хромосома у человека, проще с ней проводить какие-то манипуляции. Суть ДНК в том, что это двойная спираль. И то, что это двойная спираль, собственно, и делает ее основной молекулой, отвечающей за наследственностью. На этой картинке хорошо видно, что ДНК состоит из букв, которые могут соединяться попарно. И всегда А соединяется с Т, а С соединяется с Г. Ничего не напоминает? Принцип, на самом деле, примерно такой же. Двойная спираль может расходиться, она может сходиться, и на ней может достраиваться еще одна спираль. И здесь наглядно видно, как это примерно работает. И в случае, если у нас достраивается по матрице, по черновику комплементарно только одна часть спирали, можем считать, что с ДНК считывается ген, который потом даст нам белок. Если же достраиваться обе цепи, то мы просто получаем копировавшуюся ДНК, которая затем при делении клеток расходится в две разных клетки. И очень часто для того, чтобы наглядно объяснить, как связаны ДНК, белки и как вообще работает наш кинетический аппарат, применяют метафору книги рецептов, когда ДНК считают большой книгой рецептов, которая лежит у нас в ядре. И для того, чтобы приготовить конечный продукт, например, белок, молекулы должны попасть в ядро, они должны открыть эту книгу и прочитать с нее или переписать на листочек какую-то часть. Дальше эта переписанная часть отправляется в клетку, и по ней строится белок. Мы получаем продукт. И я говорила, что ДНК состоит из букв, это нуклеотиды, и это их химические формулы, но мы, в общем, на них забьем и вообще не будем им пользоваться, и все ученые тоже чаще всего так делают. Поэтому их называют просто буквами нуклеотидами. Итак, еще раз, чтобы перейти к основной части, надеюсь, все запомнили, что ген производит один белок. Геном — это весь набор генетической информации в человеке. А эти буквы, они комплементарны, и А всегда соединяется с Т, а Г всегда соединяется с С. И поэтому на День Святого Валентина, например, биологи любят себе дарить всякие друг другу валентинки. И еще надо сказать, что мы воспринимаем ДНК как какую-то молекулу, которая есть в нас, и она нам досталась от родителей. Но нашим родителям она досталась от их родителей, бабушкам досталась от прабабушек, прадедушек. Если мы будем идти так медленно назад на миллионы лет, на 2 миллиарда лет, то в итоге мы придем к общему предку, который имел какую-то очень маленькую и примитивную молекулу, которая уже была ДНК и была способна копироваться, была способна передаваться потомкам. И поэтому Ричард Докинс, я думаю, довольно известный персонаж, написал такую книгу, которая называется «Река, вытекающая из Эдема». И это символизирует то, что молекула, она по сути беспрерывно, она передается из одного организма в другой, и по ходу этого меняется, мутирует, копируется, разваливается, теряется, все что угодно, но какой-то конечный вариант доходит до нас. И то, что мы получаем, это в результате и есть эволюция. А теперь можно перейти к витализму. Витализм — это, в общем-то, учение, которое говорит о том, что организмы возникают в результате некой живительной силы. Если мы копнем куда-нибудь век в XIV или в XV, то мы можем говорить о том, что жизнью движет Бог или что-то еще, но я думаю, что про Бог мы не будем говорить по понятным причинам, а будем говорить все-таки про витализм. Так вот, в XVII веке ученые считали, что в воздухе существуют какие-то неведомые вещества или что угодно. Это, в общем, была какая-то нематериальная сущность, которая дает предметам жизнь. Но уже тогда было известно, что вещества делятся на неорганические органические. И сейчас мы их делим совсем по другому принципу, чем в XVII веке. А в XVII веке органическими назывались такие вещества, которые могли производиться только живыми существами. А человеком, червячком, про бактерии тогда не знали, кем угодно. И это утверждение держалось очень-очень долго, никак не могло быть опровергнуто. До тех пор, пока вот этот человек, Вёлер, не синтезировал мочевину в 1824 году. Он сделал вообще это случайно, он копался, синтезировал какое-то другое вещество, ну и случайно вышел белый кристалл, начал его изучать. Оказалось, что это органика, а он её получил в пробирке. Тогда он стал писать крупнейшим биологам и крупнейшим людям в тогдашней науке, восторженно упоминая, что он получил мочевину без присутствия почки, собаки или даже человека. Но на это никто особо не отреагировал. И всё равно все верили, что некая сила даёт жизнь существам на Земле. Так, например, считалось, что в грязных тряпках, которые валяются где-нибудь в углу, появляются мыши, зарождаются из грязных тряпок. А когда у вас лежит и гниёт банан, там появляются фруктовые мушки. Но это, в общем-то, объяснимо, потому что люди не видели на каком-то микроскопическом уровне, что там находится. Они видели гниющий банан и видели вылетающих оттуда мушек, соответственно, они не делали выводы. Я думаю, что любой бы сделал такие выводы. Ну и потом появился Луи Пастер, который, в общем, всё разрулил. Луи Пастеру много заслуг принадлежит. Во-первых, это пастеризация, вакцинация. Но в 1959 году он поставил такой опыт. Он взял бульон, налил его в две колбы, хорошенько прокипятил, чтобы там сдохло вообще всё, что могло, любые бактерии. И одну колбу он поставил просто на открытый воздух, а другую колбу он запаял такой сообразной трубкой, погрел её и поставил тоже на открытый воздух. И спустя неделю оказалось, что в открытой колбе жизнь просто процветает. То есть бульон там начал затухать, там появились бактерии и так далее. А в колбе, которая была запаяна, ничего не появлялось. Бульон оставался стерильным, и, в общем, его можно было, наверное, даже употреблять в пищу. Но когда он отламывал это горлышко S-образное, там начинала появляться жизнь, начинали зарождаться бактерии. И, собственно, тогда над витализмом оживительные силы начали посмеиваться, потому что что это вообще за оживительная сила, которая не может проникнуть через S-образное горлышко? Ну и Пастер тогда сказал, что на самом деле воздух загрязнён бактериями, и эти бактерии просто оседают на кончике трубки, и поэтому не могут попасть в бульон. Но про бактерии было уже известно, что они существуют, потому что ГУК до этого сделал примитивную систему, которая была предвестником микроскопа. Это была просто некая система линз. И когда он туда посмотрел, он очень сильно удивился, потому что всё там кишило жизни, удвигалось. А до этого раньше это никогда невозможно было увидеть. Но даже когда стало понятно, что признаки, какие-то признаки, которыми мы все обладаем, рост, цвет глаз, цвет волос, передаётся от одного поколения в другое, и даже были известны законы, по которым это наследуется. Например, я думаю, всех в школе просто обратили опыты Менделя с горохом, там, зелёненький, там, шероховатый, жёлтый. Было всё равно неизвестно, что вообще несёт эти признаки в организме и где это находится. И очень долго спорили, что же всё-таки является молекулой наследственности — ДНК или белок. И тогда ещё не знали, как устроена ДНК, но она всё равно казалась какой-то простоватой для того, чтобы передавать такие важные признаки. Но вот можно посмотреть на белки, и становится понятным, что белки довольно сложные, и все разные, и поэтому ты смотришь на белки и думаешь, да, это достаточно тяжело, это сложно, что-то вращается, это именно то, что должно отвечать за тайну жизни и за наследственность. Было несколько экспериментов, которые убедительно доказывали, что ДНК всё-таки является наследственной информацией, но они довольно сложные, и на них, на самом деле, почти никто не обращал внимания, потому что какая-то парадигма очень устойчиво держалась в биологии. И решающим стал опыт эксперимента Hershey Chase, про который я вкратце расскажу. В общем, вирусы, они заражают не только людей. Есть вирусы, которые заражают бактерии, их называют бактериофагами. И вирус в этом плане — это идеальный объект, потому что вирус состоит только из ДНК и из белка. Либо из РНК, но это уже частности. То есть мы имеем просто скрученную ДНК, которая сверху обёрнута белком, практически как конфетка внутри ДНК, снаружи бумажка, белок. И вот эти ребята, которые там указаны, они пометили ДНК радиоактивным фосфором, изотопом. И после того, как они пометили, они начали бактерии в большом количестве заражать вирусами. Это вот электронная фотография, на которой видно, как куча вирусов просто атакуют бедную бактерию. И после этого они стряхнули все эти обёртки от вирусов, перемололи бактерии, отцентрифугировали, сделали с ними всё, что нужно. И после этого оказалось, что заражающим агентом была ДНК. И стало точно понятно, что ДНК всё-таки несёт наследственный материал. И время не заставило себя сильно ждать. Уже в 1953 году Отцин и Крик открыли двойную спираль. Это довольно известное событие. Именно они открыли эту структуру, про которую мы сейчас все так ясно и очевидно говорим, что вот она скручивается, она комплиментарна. Но тогда было ни черта не понятно. Считали, что спираль может состоять из трёх цепей. Считали, что вот эти буквы должны быть повёрнуты наружу. Но если они будут повёрнуты наружу, то эта структура не сможет тогда копироваться. И Отцин и Крик, они немного нестандартно подходили к научному процессу, потому что они в своей лаборатории заказали кучу вот таких вот моделек. Металлических, пластиковых. И они просто сидели и собирали их с палочками, и стыковали, и так далее. И смотрели, что получалось. Когда они собирали три цепи, получалась какая-то чушь. В результате они методом подбора, практически не только, естественно, собрали эту двойную спираль, и эта модель стала, наверное, символом ДНК. Также рядом тут изображена рентгенограмма, которой тоже пытались выяснить структуру ДНК. В общем, это то же самое практически, что рентген, только предварительно бактерию ДНК надо декристаллизовать и потом просветить. Этот снимок был получен Розалинд Франклин. Эта женщина не получила Нобелевскую премию за это открытие, потому что она в 37 лет умерла от рака, потому что работать с рентгеном было не очень. И после того, как стало понятно, что за структуру имеет ДНК, что это спираль, что она так здорово копируется, начали искать другие методы манипуляции с ней. И некоторым ученым пришло в голову найти такие белки, которые называются ферментами, которые смогли бы разрезать ДНК в некоторых местах, в тех местах, в которых нам нужно. И здесь показан просто принцип того, как это работает. Мы в пробирку с ДНК закидываем эти белки, подобранные точно, и эти белки вырезают нам какой-то кусочек. Естественно, этим кусочком может быть, например, отдельный ген, который производит белок. И в таком случае мы можем его изъять и поместить куда-то еще. Мы можем его поместить, например, в другую бактерию. И так, в общем, и произошло, например, с инсулином. Инсулин — это белок, который есть в человеческом организме и вырабатывается поджелудочной железой. Наверное, все слышали про сахарный диабет. Это сахарный диабет первого типа, когда у человека не вырабатывается инсулин. И в таком случае человек сильно страдает, потому что сахар, который у него в крови, он, в общем, из крови никуда не девается. Это плохо, потому что кровь тогда становится вязкой, засоренной сахаром. Ну, в общем, кровяное русло — это место, где сахар должен быстро утилизироваться в клетке, а не тусоваться там постоянно. А инсулин как раз отвечает за то, чтобы сахар из кровяного русла поступал в клетки. И на протяжении XX века для людей, больных сахарным диабетом, инсулин добывали из крупного рогатого скота. И для этого нужно было брать свиней, коров, забивать их, доставать их поджелудочную железу, выделять оттуда инсулин. В общем, довольно емкий процесс по двум причинам. Во-первых, ну, это надо довольно много животных. И во-вторых, не всем людям подходил инсулин, выделенный из крупного рогатого скота, так же, как, например, с трансплантацией, потому что некоторые органы при трансплантации начинают торгаться. Так же этот инсулин был несовместим с иммунитетом людей. И тогда с помощью вот этих молекулярных ножниц ген человеческого инсулина достали из человеческого организма, запихнули в бактерию Е.коли. Бактерия стала в достаточном количестве производить этот белок, потому что белок несложный, его было легко выделять. И это, по сути, был человеческий инсулин, он назывался хумулином от Human Insulin. И эта проблема была решена раз и навсегда. Ну и так как подкрадывался уже 2000-й год, был запущен проект «Геном человека». Кто-нибудь вообще про него слышал? Так, кстати, простите, я в этом варианте забыла исправить 1900-й на 1990-й. Естественно, это было запущено в 1990-м году коллаборацией ученых из разных стран на основе национальных институтов здоровья в Америке. И этот проект был нацелен на чтение всего генома, всего человеческого генома. И это не означает, что раньше этого не умели делать. Раньше тоже можно было прочитывать некоторые последовательности ДНК. Но это было тоже очень трудным и емким процессом. Кроме того, для прочтения ДНК требовались радиоактивные вещества, радиоактивный фосфор. И это тоже была не очень сладкая работа. Проект «Геном человека» учитывал уже компьютерные методы секвенирования. Чтение генома называется секвенированием. И, в общем, он планировался на 15 лет. У человека в геноме примерно 3 миллиарда пар оснований, этих букв А, Т, Г и Ц, про которых мы говорили раньше. И по бюджету проекта планировалось, что расшифровать и понять каждое основание будет стоить примерно около 1 доллара. И еще надо добавить, что в этом проекте не было какого-то конкретного человека, геном которого взяли и решили секвенировать. Так как тогда еще было непонятно, что за цель вообще преследуется и что потом можно будет делать с этой последовательностью. Взяли несколько людей, в частности, там был японец, афроамериканец, кто-то еще. У них анонимно взяли ДНК, все смешали. И ученые даже, по сути, сами не знали, и чью ДНК они читают, и с чьей ДНК они работают. И этот проект, черновой вариант, был представлен в 2001 году, завершен окончательно в 2003, но, как сейчас считается, до конца на 100% весь геном не был прочитан и анонсирован, потому что в наших генах есть сложные участки, в наших хромосомах есть сложные участки, концевые участки, которые не так просто прочитать, и они до сих пор оказываются на 100% неопределенными. И тут в эту историю с геномом человека неожиданно вмешивается автор моей книги, Крейг Вентер. В начале 1990 года он работал тоже в Национальном институте здоровья и занимался этим же проектом под руководством Уотсона. Но потом он понял, что проект, который оплачивает, в общем-то, правительство, он делается долго, дорого, очень затратно, и он может это все оптимизировать и усовершенствовать. И поэтому он ушел из проекта и организовал свою компанию, которая называлась Селера Дженомикс. И после этого Крейг пообещал за три года отсеквенировать полный геном всего лишь за 300 тысяч долларов. Ну, наверное, неудивительно, что секвенировал Крейг, конечно, свой геном, потому что им было интересно и все понятно. Но тут у него также возникли проблемы с патентованием. Так как у Вентера вообще есть некоторые предпринимательские замашки, он решил запатентовать каждый ген, который он отсеквенировал и прочитал. Вначале он планировал запатентовать, по-моему, около 200-300 генов. В результате это вывелось в то, что он подал на патентование около тысячи генов. И это, конечно, вызвало скандал, потому что это означало, что любая лаборатория, любая исследовательская организация, которая хочет работать с геномом человека, должна платить за это Вентеру, потому что он сделал это первый. И это дошло до уровня правительства, и в результате Клинтон запретил это делать. И до сих пор считается, что нельзя патентовать гены, которые вы просто прочитали. Можно патентовать гены, которые вы каким-либо образом модифицировали или изменили. Например, хумулин, этот хьюман-инсулин, он запатентован, потому что он произведен в другом организме, вне своем естественном и родственном организме. Но здесь просто наглядная картиночка про то, что вот много букв, это то, что мы получаем в геноме. На самом деле это так не выглядит, это просто для наглядности. И в 2001 году два научных, самых известных научных журнала выпустили крупные статьи про то, что геном человека, наконец-то, секвенирование подходит к концу. И один журнал написал про официальный проект геном человека, где изображены вот несколько людей. Это как раз и говорит о том, что геном, который читали, не является персонализированным. И вторая обложка посвящена проекту Вентера. Наверное, у всех возникает резонный вопрос, вообще зачем это делали. Потому что я пока что никаких конкретных целей не называла. И на этой фотографии представлен экспонат из музея в Лондоне, где просто взяли бумагу и из того, что прочитали в генах человека, напечатали очень много книг. И на них вот указаны цифры. Цифры означают хромосомы. Тут первой нет, потому что первую секвенировали потом. До 22-й, а внизу стоят XY-хромосомы, женские и мужские хромосомы. И на самом деле, если подойти к этому шкафу, к результату долгого периода работы, где отсеквенированы все гены человека, и открыть эту книжку, мы на самом деле ничего там не увидим. Мы увидим там просто последовательность букв. И вы даже при очень-очень большом желании ничего с этим шкафом сделать вообще не сможете. Но применений на самом деле у этого много. И если вы спросите обывателей о том, зачем нужно секвенирование, они сразу скажут вам про персональную медицину, но при этом добавят, что ну да, вот обещали персональную медицину, но в то же время, вот знаете, это большой массив данных, с которым непонятно, что делать, вообще непонятно, зачем он нужен. Так что секвенирование генома, это еще непонятно, когда будут какие-то результаты. На самом деле нет. Потому что за 10 лет все довольно хорошо и сильно продвинулось. И очень важно здесь разрабатывать подходящий софт, потому что это громадный массив букв. Действительно непонятно, что с ним делать, если просто на него смотришь. Но это требует очень больших информационных сил для того, чтобы обрабатывать те буквы, которые мы получаем из генома. И в частности, да, персональная медицина, одна из первых компаний, одна из самых крупных и известных до сих пор, это 23andMe, американская компания, которая занимается секвенированием человеческого генома и после этого присылает вам результаты по вашему происхождению, по регионам стран, а также по медицинским показаниям. Как правило, они определяют, какие заболевания и с каким риском вы можете подхватить. Вот тут примерно показано, как это все выглядит. Вам присылают кит, вы в него плюете, отправляете, а потом смотрите на сайте, что получилось. На самом деле, 23andMe, во-первых, не читает весь геном. То есть это не так затратно, это не стоит 300 тысяч долларов. Они смотрят только отдельные маленькие сайты, которые отвечают за заболевания, и поэтому выносят диагноз. Кроме того, в последнее время в Америке им запретили продавать киты и выносить медицинские диагнозы, потому что были прецеденты, когда люди, увидев, что у них повышенный риск рака молочной железы, шли и удаляли эту молочную железу. Это, конечно, все слишком, но такое было. И вот так примерно выглядит риск заболеваний, по которым они работают. Кит до сих пор с заболеваниями можно заказать в Британии, и стоит он там 125 фунтов. Ну и теперь мы переходим к синтетической бактерии. Естественно, когда был отсеквенирован геном, довольно точно возникла мысль о том, почему, если у нас есть буквы, не попробовать обратный процесс, не пересобрать его, не синтезировать саму молекулу по тем буквам, которые у нас есть. Ну и до этого додумался, собственно, Крейг Вентер, который потом написал про эту книжку. Он решил сделать синтетическую бактерию, но надо понимать, что синтетическая бактерия не означает полностью воссозданная бактерия с ее оболочкой и так далее. Так как ДНК — это все-таки код жизни, именно ДНК вырабатывает все белки и весь дизайн, который есть в клетке. Поэтому достаточно синтезировать ДНК, чтобы можно было это считать, затем синтезированной жизнью. Они очень долго собирали геномы бактерий, который называется микоплазмом микоидес. Это заняло где-то 5 лет. И в результате финальный этап осуществлялся таким образом. Они брали этот геном, подсовывали его в другую бактерию другого вида, но похожую. И после этого ДНК другой бактерии начинало синтезировать белки. Постепенно клетка заменялась другой вообще бактерией, которая производила свои белки. Но эта ДНК была синтезирована полностью при помощи компьютерных методов. Как вообще понять, что бактерия синтетическая? То есть что-то там растет на чашке, не очень понятно, как это определить. Можно, конечно, заново читать весь геном, но это очень долго. И поэтому в бактерию можно засунуть специальную метку, которая будет вырабатывать белок какого-нибудь, например, цвета. И Крейг Вентер сделал так, что синтетическая его бактерия вырабатывала белок голубого цвета, и поэтому, когда они увидели у себя на чашках выросшие голубые бактерии, все очень обрадовались. А так как Крейг Вентер вообще довольно трогательный чувак, он решил, помимо вот этих своих меток, которые обозначали имена ученых, которые над этим работали, он еще закодировал три цитаты в геном бактерий. В общем, цитаты вы можете эти увидеть здесь. И последняя цитата Ричарда Фейнмана, она, наверное, самая важная. Она говорит о том, что нельзя создать то, чего вы не понимаете. И это как раз основная идея, которую преследовал Вентер. Он именно хотел доказать, что если мы понимаем, как устроена ДНК, если мы хорошо понимаем, как она работает, из чего она состоит, то мы можем взять и повторить это, повторить это при помощи химического синтеза и получить синтетический искусственный организм. И это будет доказывать, что нет на самом деле никакого витализма, потому что, как говорит сам Вентер, в последние годы появился витализм особого рода. То есть никто же не думает, что в воздухе летает что-то, что делает нас живыми, но некоторые даже ученые говорят, что на самом деле ДНК, вот она больше, чем составляющая ее частей, чем сумма частей. Это абсолютно непонятная фраза, которая не доказывает ничего, а вот Вентер как раз-таки доказывает, что это не так, и что если мы знаем, из чего состоит, если мы знаем сумму частей, то мы получаем целое, мы получаем ДНК, и эта ДНК работает. Ну, после этого Крейг совсем поехал, и он предложил передавать ДНК со скоростью света. Раз у нас есть последовательность букв А, Т, Г и С, мы можем перекодировать это в электромагнитные волны. Эти электромагнитные волны посылаются куда угодно, доходят до туда очень быстро. Там стоит прибор, который принимает электромагнитную волну, декодирует ее обратно в буквы, и стоит химический синтезатор, который, собственно, синтезирует нам снова организм. Применение можно просто бесконечно выдумывать это. А Крейг доходит до того, что предлагает уже при наличии колоний на Марсе отправлять им, например, бактериофагов, которые будут бороться с болезнями, которые неожиданно возникли на Марсе или что-либо в этом духе. Ну, естественно, Вентера тут же стали обвинять в том, что он играет в Бога. И я тут даже не буду много комментировать, просто скажу, что особенно яростно портал Muslim Matters выступал за это. Там очень крупная статья с разбором всего. Забавным. И последнее, что я обещала в качестве бонуса. У меня три минуты, я успею это рассказать? Ребенок от трех родителей. Хорошо. Ну, в общем, недавно появилась новость, что в Британии палата парламент разрешил, в общем, зачатие ребенка от трех родителей. Никому не понятно, что это, но все очень бесятся, особенно бесятся католики и протестанты. Я думаю, что понятно сегодня из моего выступления, что основная ДНК у нас содержится в ядре. Там у нас содержится 3 миллиарда букв. Это 20 тысяч генов приблизительно. Это все гены, которые обуславливают наши признаки, цвет волос, цвет глаз и все прочее. Но ученые, они не договаривают, чтобы не усложнять, но на самом деле гены, они есть не только в ядре, они есть еще в митохондриях. И митохондрии, кто-нибудь помнит, что это за штуки? Энергию вырабатывают. Вот, да, они вырабатывают энергию, это практически батарейки. То есть это штуки, которые перерабатывают, помогают из пищи получать ту энергию, которая может использоваться в организме. И у них есть свои гены. И бывают такие заболевания, когда гены ломаются не в ядре и обуславливают такие вещи, как рак или болезнь Альцгеймера или что-нибудь еще. А бывает очень редко так, что гены ломаются в митохондриях. И у детей, у которых заболевание митохондриальных генов происходит, на самом деле им не очень хорошо живется, потому что у них ломаются энергетические станции клеток, и после этого дети страдают слепоторой, у них проблемы с метаболизмом, проблемы с печенью, проблемы с сердцебиением. Они иногда даже не доживают лет до 30. Ученые из Британии предложили взять три родителя, две матери и одного отца. Две матери, потому что митохондрии ребенку передаются только от матери. И циклетка, она большая, и в ней весь вот этот дизайн, в ней есть митохондрии. И эти митохондриальные болезни всегда тоже достаются от матери, а от отца достаются только вот эти 23 хромосомы. И очень грубо говоря, эти ученые предложили всего лишь брать ядро, в котором 20 тысяч генов, и перекладывать его в яйцеклетку со здоровыми митохондриями. А в митохондриях 37 генов. Если посчитать по обычной пропорции, то будет понятно, что третьего родителя в ребенке 15 сотых процента. И я не считаю, что это создает какой-то прецедент, даже юридический, по поводу того, какую ответственность должен иметь третий родитель. Ну, третий родитель должен иметь ответственность 15 сотых процента за ребенка. Спасибо. Спасибо.